Брат, под ником Брат написал, ассаламу алейкум марш вовил, это я вместо Митрандир Ирландур отправил. Митрандир Ирландур, тебе сейчас надо будет что-нибудь оригинальное написать. Тебя опередили. Максимус, ассаламу алейкум, ты подтверждаешь слова своего брата о том, что если бомбардировка США ядерными ударами это преступление, то катапульты Пророка, Господи Аллах и приветствуют, это еще большее преступление. Мой брат сказал не так, ты точно приведи цитаты моего брата, и эти слова я подтверждаю. Мой брат сказал, что если то, что запрещено делать в войне за ресурсы и так далее, то, что является преступлением в войне за ресурсы, за власть и прочее, это тем более является преступлением в борьбе за единоборие. Это я подтверждаю. Это абсолютно верные слова, так как преступление, если ты что-то сделаешь, если что-то запрещено в борьбе за власть, и это является преступлением, то как можно это преступление завершить в борьбе за единоборие? Если бы русские назвали войной войну 1994-1996 года, то бомбардировка Грозного не была бы военным преступлением. Когда что-то называется войной, допустим, если официально объявлена война, то действуют правила ведения войны. Если это не называется войной, соответственно, не могут действовать правила войны. Что касается бомбардировок городов, здесь очень важно понимать, что бомбардировка города или населенного пункта в том случае, когда там укрепился враг, и ты бомбишь своего врага, это не преступление. Целенаправленная бомбардировка, целенаправленные удары по мирному населению, по мирным объектам, это преступление. И ни в какой войне, ни в объявленной, ни в небообъявленной, ни в контртеррористической операции, ни в наведении конституционного порядка, это не будет нормой, это везде будет преступление. Поэтому целенаправленные удары по мирному населению являются преступлением. Такие удары, как по центральному рынку 21 октября 1999 года, это преступление. Целенаправленное убийство людей, как в алдах, в самашках, когда просто при зачистке убивают ни в чем не повинных женщин, стариков или даже мужчин из категории не сражающихся, это тоже является преступлением. А если бы была объявленная война и просто наносились бы удары по врагу, при этом в этих ударах не было бы также и мирное население, это не было бы военным преступлением. Но разумеется, мы бы это расценивали как жесточайший акт, за который мы требовали бы возмездия. Но военным преступлением это бы не являлось. Совершенно верно. И это не Тумсо придумал, это таковые международные правила. Ассаламу алейкум, Тумсо. Что думаешь о видеоблогере из Финляндии Мусе Ламаеве Низам Тиви? Хотелось бы увидеть ваш совместный стрим. Алейкум ассаламу арамат ва баракатву. Я знаком с Мусе Ламаевым. У нас с ним нормальные отношения. Мы с ним, кстати, делали даже как-то совместный эфир в Инстаграме. По-моему, в 2018 году Мусе Ламаев, человек, прошедший очень жестокие пытки в республике в начале нулевых. Он был и в РОВД, и в ОРБ. В общем, испытал на себе все ужасы российской оккупации. И мы с ним как раз тогда делали эфир. Он рассказывал о всех подробностях, как его задерживали, как его пытали, как его судили, как отпустили во время суда. У него очень такая непростая и в то же время интересная, конечно же, для нас история познавательная. Но Низам ТВ, насколько я знаю, этот канал не Мусе Ламаева, это канал Анзора Масхадова. Мусе Ламаев, по-моему, просто выкладывает там ролики. Возможно, они как-то совместно ведут этот канал, я не в курсе. Отношение к Мусе Ламаеву, конечно же, уважительное. В борьбе за власть убивают людей это преступление. В борьбе за единобожие убийство человека тоже преступление. По вашей логике получается, что да. Убийство человека, оно является преступлением, если это происходит не по праву. По праву же убийство человека происходит в случае войны, в случае решения суда. Соответственно, если идет война, неважно она идет на каком основании, за что она ведется. Если идет война, то убийство во время войны является правомерным. Но только убийство сопротивляющихся сторон. То есть, когда одни военные убивают других военных. Это является правомерным убийством. Не является правомерным убийством, когда целенаправленно уничтожается гражданское население, уничтожаются посевы и подобного рода действия. Это, конечно же, является преступлением. Это является преступлением и во время войны. Будь то за власть, будь то за территорию, за влияние, за что угодно. И тем более это будет преступлением в войне за единобожие. В 1994 году в Грозном были боевики. По-твоему, российская армия была права, получается, что бомбила? Вроде бы ответили же на этот вопрос. В 1994 году Россия не признавала это войной. Они называли это наведением конституционного порядка. Соответственно, правило ведения войны здесь не действует. Здесь действует правило наведения конституционного порядка. Для России это была как бы ее территория, это был субъект России, это были граждане России. И они уничтожали таким образом граждан России. Во время наведения конституционного порядка не используется авиация, не используется военная техника. Там должна использоваться полиция, там должен использоваться спецназ, полицейский максимум, ФСБ. Но ни Министерство обороны, ни внутренние войска тем более. Или наоборот, внутренние войска еще могут в таких ситуациях задействоваться. Но в Министерство обороны никак. Значит, по Шали в 1999 году ударили ракеты по боевикам, но там умерли и мирные люди. Это тоже не военное преступление. Значит, еще раз отвечаю на этот вопрос, надеюсь, последний раз. Ни первая, ни вторая война в Чечне, ее Россия не называла войной. Россия называла это наведением конституционного порядка в первом случае, на контртеррористической операции во втором случае. Поэтому ничего из этого, ни на что из этого не может распространяться правило ведения войны. Соответственно, все то, что они делали тогда, является преступлением. Они не имели права применять, с их точки зрения, это был субъект России, это были граждане России. И они не могли применять авиацию, тяжелую артиллерию, танки и прочее. Там максимум должна была работать полиция, полицейский спецназ и внутренние войска. Это максимум. Но ни в коем случае не минобороны. И, соответственно, правила ведения войны там не распространяются. Я надеюсь, этот момент мы усвоили и давайте к этому больше не будем возвращаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok